Последние годы в нашей стране обострилась проблема вовлечения молодёжи в бизнес по распространению наркотических и психотропных веществ. Объявления о возможности неплохо заработать наносят на постройки различные уличные конструкции, распространяют в соцсетях. А вот чем чревато принятие такого решения, знают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, а потому помогают детям и подросткам не ступиться. К сожалению, большое количество несовершеннолетних вовлекается в данную сферу преступления и на постоянной основе с несовершеннолетними проводятся профилактические мероприятия, разъяснительные мероприятия о недопустимости совершения преступлений в данной сфере. На этот раз мероприятие прошло на базе самой большой в регионе 11-й школы города Бреста. Ребятам рассказали о последствиях, которыми чреваты необдуманные поступки, предупредили об ответственности, предусмотренной законодательством за различные правонарушения и преступления, а также продемонстрировали видеофильм по данной теме. В молодежной сфере очень актуальна эта тема. Я считаю, что эту тему нужно поднимать, потому что многие подростки, молодежь безответственно относятся к этой теме. Да, это очень важно, потому что все-таки это жизнь, ваше будущее, это черта на всю жизнь, родителям, родственникам это очень больно сознавать. Но на этом встреча не завершилась. После профилактической беседы стартовала динамичная спортивная часть мероприятия. А самое важное, что в каждой из команд, которые приняли участие в соревнованиях, наряду со школьниками были задействованы и работники УВД Брестского горисполкома. Это наши непосредственные участковые, которые ведут тесную работу с нашими учащимися. И вот такая неформальная встреча, она, конечно, очень важна. Это действительно воспитывает детей в духе здорового образа жизни. Что человек, который занимается спортом, который увлекается физической культурой, у него, возможно, и не найдется времени на то, чтобы заниматься вот теми негативными тенденциями, и которыми сейчас действительно захвачена наша молодежь. Организация такого совместного досуга не только позволяет активно и с пользой провести время, но и установить контакт со школьниками, что играет не последнюю роль в эффективности проводимой работы.